Всем привет! Пока я был в Грузии, один из слушателей, прекрасный Александр Замачков, мне написал письмо о том, что у нас с сертификацией LP к произошли небольшие изменения. И только сейчас, месяц спустя, я смог до этого добраться. Хорошая новость в том, что я вам, в принципе, когда давал этот курс, я старался освещать современные, такие актуальные вопросы, поэтому мы практически все закрыли. Тем не менее, осталось пару моментов, которые мы все-таки не рассмотрели. Давайте я вам этого презентации сначала покажу, а потом на практике. Итак, подчеркиваю, мы говорим о сертификации LP ступень 1, экзамен 101. Значит, 10 февраля 2015 года произошли изменения. Они эти изменения анонсировали еще в декабре, но с февраля уже эти изменения вступили в силу. Новая версия экзамена называется 4.0. Я вам сделал слайдик, на всякий случай, если вы вдруг решите сдавать этот экзамен, хотя вот у нас тоже слушатель Ян недавно обратил внимание, что стоит это совершенно скотских денег. И если вам нет какой-то прямой выгоды от этого, если вам при сдаче экзамена LP на работе существенно не повышают зарплату, я бы не стал заморачиваться на вашем месте. Мы, в принципе, этот курс ведем как знакомство с Линуксом, просто на базе этого LP. Ну, если хотите, поставьте, конечно, себе задачу сдачи этого экзамена. Итак, старая версия 3.5. Называлась 117.101, номер экзамена. По-новому она теперь называется 101.350 и будет нам доступна до 30 августа 2015. Новая версия, актуальная версия 4.0, теперь называется 101.400 и доступна для сдачи с 10 октября 2015 года. Нужно сказать то, что вообще сдача этих экзаменов всегда стоила где-то в районе 300-350 долларов. Я сейчас быстренько пробежался по сайтам всяких вендоров, которые предоставляют это обучение. Заметил то, что в специалисте они почему-то сейчас не дают сдавать этот экзамен, причем они даже не заметили то, что уже изменились номера экзаменов. Зашел в Airstyle, зашел в разные, в общем, остальные тестировочные центры, которые я знаю. Обнаружил то, что вовремя сориентировался только мой любимый софтлайн. Я его так особенно не рекланирую, но я в нем сдавал все свои сертификации, микрософт, стиленоксовые. И в нем на сегодня сдача этого экзамена стоит каких-то скотских денег 17.5 тысяч. Ну, вот просто так имейте в виду. Значит, собственно, сами изменения. Из 101.1 выкинули хал демон. Мы, в принципе, его там и не проходили, потому что актуальный бунт уже не рассматривается, мы просто о нем так слегка поговорили. Из 103.1 выкинули команду exec. Эта команда нам позволяла игнорировать настройки оболочки и запускать, собственно, команды без этих дополнительных настроек. Вообще, exec команда полезная, она будет встречаться просто дальше в LPI, а из первого экзамена они просто ее выкидывают. Нам же легче. Что они добавили? В 101.2 они добавили инициализацию в стиле Upstart и в инициализации в стиле SystemD добавили информацию о бут-таргетах. Этого всего не было, но мы с вами это все рассмотрели, потому что это было важно и актуально. В 101.3 они добавили команду SystemControl, которая управляет как раз таки инициализацией по SystemD, и команду Wall, которая выводит сообщения всем пользователям. Мы это рассмотрели. 102.1 мы поверхностно рассмотрели бут, поэтому сейчас я немножечко поподробнее продвигаюсь по этому каталогу. И 102.2 они попросили рассмотреть команду grab-make-config. Мы ее с вами упустили, это мой косяк. 103.2. less. Этот у нас такой текстовый, даже не редактор, это команда, которая позволяет работать с текстовым потоком. Она позволяет не загружать файл целиком в себя, а просто порционно его просматривать. Она в принципе всегда и была в этом LPE, но они просто добавили ее поподробнее. 103.3. команда xz. Мы тоже с вами ее проходили. Это команда, которая позволяет нам архивировать данные, причем она позволяет архивировать один файл, поэтому используется совместно с старым. Просто алгоритм сжатия. 103.5. Это команда pg, пg, господи, процесс grep. Это команда, которая позволяет рассматривать активные процессы и сортировать их по каким-то параметрам. И команда process kill, pkill, которая может найти процесс и послать сигнал процессу по имени и по другим атрибутам. Вообще у этого pkill огромное количество функций. Очень удобно его использовать при подключении системы по SSH, но это я вам все уже говорил. 104.1. Что они добавили? Добавили поддержку и разговоры о BetterFS, RazerFS. Но они там всегда и были, только сейчас о них просто так поверхностно нужно было бы говорить. И добавили gdisk и gparted, потому что мы с вами изначально по LPE должны были разбирать только fdisk, который у нас работает с дисками, разбитыми по MBR. Сейчас у нас практически все диски мы разбиваем по gpt, и для этого у нас есть gdisk и команда gpart partition editor. Мы это все с вами тоже рассмотрели. Таким образом, у нас с вами есть только два момента, которые нужно рассмотреть. Это boot и grab make config. Значит, папка boot. Мы с вами говорили о том, что у нас есть корневая файловая система. Я сейчас открою Ubuntu, покажу вам еще раз на всякий случай. И в этой корневой файловой системе могут быть смонтированы какие-то дополнительные разделы. И чаще всего boot, загрузочный раздел, представляет собой отдельный раздел на жестком диске, который монтируется в эту корневую файловую систему. Сейчас у нас все диски, в принципе, здоровые, но и компьютеры, современные. И поэтому чаще всего boot лежит просто на том же самом разделе и ничего никуда не монтируется. В нем есть несколько файлов. Ну давайте я вам так быстренько их покажу. Ну хотя вот, вы сейчас их видите, Ubuntu когда открою, расскажу про каждый поподробнее. И сразу же, чтобы закончить с презентацией, grab make config. Мы говорили о том, что у нас появился новый grab, grab второй версии, который представляет собой совершенно другой grab, загрузчик. И этот загрузчик, он управляется совершенно по-другому. Там другие команды, другие настройки и так далее. И мы, в принципе, все это рассмотрели, но не рассмотрели команду grab make config, которая позволяет нам убрать какие-то косяки, если мы что-то не подтачиваем. Команда grab make config создает просто типовую конфигурацию загрузчика, эталонный загрузчик. Если мы поменяли какие-то настойки и что-то не загружается, команда grab make config нам поможет все исправить. Запускаем, давайте Ubuntu. Давайте, чтобы просто освежить вашу память. У нас есть корневая файловая система. В этой корневой файловой системе куча есть папок. И нужно нам теперь еще рассмотреть поподробнее boot. Мы о том, для чего предназначены каждая из этих папок, уже говорим. Ссылку на занятие я вам на всякий случай сейчас брошу. Так вот, есть здесь корневая папка boot. Мы можем в нее перейти. И в этой папке у нас есть вот эти вот файлы. Давайте про каждый из них поговорим. Во-первых, сразу заметим, что вы видите, здесь есть одинаковые практически файлы с различными версиями ядра. Значит, у нас здесь обычно указаны актуальные версии ядра и предыдущие версии ядра. Если мы будем часто обновлять версию ядра, обновлять версию Linux, у нас здесь может накопиться, на самом деле, достаточно много вот этих вот файлов, потому что они сами чаще всего не подчищаются. И периодически нужно здесь это все удалять. Можно удалять вручную, есть для этого специальные команды, но это не тема этого LPI. Просто знайте, что здесь это может все копиться. И если раньше этот раздел, ну если папку boot мы хранили на отдельном разделе, мегабайт в 100, то этот раздел мог переполняться и периодически приходилось его числить. Сейчас это все лежит у нас, скорее всего, на одном общем нашем разделе и особенно заборачиваться по этому поводу меню. Так вот, первые файлы. AB и версия ядра. AB это Application Binary Interface. Тут есть отдельные функции библиотеки, которые могут быть использованы ядром, такие как управление памятью, интерфейсом устройств и так далее. Через эту штуку с ядром общаются приложения, то есть с приложением, когда нужно обратиться к какому-то железу или какой-то функции, они обращаются к ядру именно через этот Application Binary Interface. Он сам автоматически генерируется, сам автоматически настраивается, бывает что-то нужно в нем поправлять, но обычно этого делать не нужно. Вы просто знаете, для чего эти файлы. Мы сборку ядра будем рассматривать, мне кажется, еще через пару только сертификаций. Дальше. Файлы Config версия ядра. Config версия ядра это текстовый файл конфигурационных параметров, по которому видно, как у нас собрано ядро. Он обычно используется как отправная точка для последующих изменений в конфигурации, но мы можем даже на него поглядеть. Давайте попробуем. Укажем ему версию. Допустим, вот это вот. Не важно. И вы видите, здесь куча-куча различных параметров, которые принимают значения Yes, M и бывает еще и N. Это просто Y, это Yes, N это No, M это Module Available. То есть он показывает, какие модули и настройки ядра в каком состоянии. Включен, выключен или доступен. Следующие файлы. Что там у нас было? Ну, Grab. Grab у нас это, вы знаете, давайте просто его поглядим. Это у нас загрузчик, папка загрузчика и все, что относится к загрузчику нашей файловой системы Grab. У него у нас тоже было отдельное занятие, поэтому мы сейчас в него не залезаем. Дальше идем. Init.RamDisk. Вот этот вот файлик. Init.RamDisk это образ стартовой корневой файловой системы. Мы об этом тоже говорили. Это файловая система, которая монтируется во время загрузки, она создается в оперативке. После того, как она создается в оперативке, происходят какие-то инициализационные различные действия, после чего у нас уже монтируются настоящие файловые системы. А Init.RamDisk монтируется и освобождает нам оперативку. Дальше у нас есть с вами несколько MEM-тестов. MEM-тесты это программа, которая позволяет нам тестировать оперативную память. И тут различные ее образы. Она тоже к загрузчику особого отношения не имеет. Просто это добавленная программа, которая позволяет нам запуститься до операционной системы. И потестировать оперативку. Следующий важный файл это System.Map. System.Map это файл таблицы символов ядра. По сути это карта аппаратных адресов для системы. Мы тоже можем его посмотреть. Он, правда, длинный и нам ничего не скажет. Тогда он с большой буквы пишется. Ну давайте посмотрим от суперпользователя. Раз Permission нам динайд. Вот такая вот карта аппаратных адресов. Вот такая она мутная. Ничего нам в ней не понятно. Давайте я Ctrl-C ее останавливаю. А она уже и так сама добежала. И последнее TVM Linux. О нем мы тоже говорили. Это как раз и есть наше ядро. Это загрузочный файл образа системы. Сжатое ядро Linux. Вот здесь вот он находится. То есть то, что нас попросили рассмотреть, мы сейчас с вами в рамках Alplay рассмотрели. Заглянули в папочку boot и разобрались, что в ней находится. Давайте второй момент, который нам нужно сделать. Это grab make config. Давайте я перейду в свою домашнюю папку, чтобы здесь не болтаться. Значит, опять же, это просто дополнение к занятию, которое было по загрузчику. Я поэтому сейчас на него так сильно о нем рассказывать не буду. Мы с вами все там рассмотрели, кроме вот этой вот команды grab make config. Команда grab make config позволяет нам создать, как я и говорил, типовой файл загрузчика. То есть типовой файл конфигурации, который позволяет нам загрузить нашу систему с типовым меню. Он не только создает нам текстовый файл конфигурации загрузчика, но еще и проверяет существующие конфигурации на наличие ошибок. К нему есть несколько претензий, потому что тот скрипт, который он генерирует, обычно пригоден для загрузки в типовых случаях, но слишком громоздок, потому что он учитывает огромное количество каких-то вариаций, и он не пригоден для изучения. Ограничен в возможностях, и на него ругаются из-за того, что он создает ложное впечатление о сложном конфиге grab 2. Я вам в описании к этому видео на YouTube дам ссылку, где подробно расписано про эту команду все. Потому что YouTube в видео мне встраивать не дает ссылки. Могу только в комментариях. Так вот, grab.meconfig, как им пользоваться? nimes.o, output, создай такой вот файл. И обычно мы указываем grab, grab.config. И тогда он нам перезаписывает текущий наш grab новым грабом. Мы сейчас можем не трогать текущий grab. Я знаю, что и так все будет в порядке, но давайте я просто в свою домашнюю папку этот конфигурационный файл создам. Да, конечно, опять же, суперпользователь. Это очень серьезное действие изменения загрузчика. Что он делает, значит, у нас? Он проверяет настроечки, меняет настроечки, если они какие-то есть. Видите, тут поменялось значение какое-то, потому что значение grab hidden timeout больше не поддерживается. То есть он у нас такой интересный, умный. Посмотрел, какие у нас есть образы в папке boot. Он нашел наши версии ябер Linux, он нашел наши RAM диски, он нашел наши нам тесты. И создал файл конфигурации загрузчика, который позволяет нам потом во время загрузки выбрать какой-нибудь из этих образов для старта. Мы можем посмотреть этот файл. Он создался в моей домашней папке, потому что я ему здесь указал, видите, не полный путь, а просто имя файла. И поэтому он создался в том месте, где мы сейчас находимся, в моей домашней папке Tinder. Мы его смотрим. И вот он действительно избыточную вот такую конфигурацию мутную, занудную создал. Хотя здесь достаточно, я не знаю, десятой части вот этого текста, чтобы загрузчик заработал. Итак, с 10 февраля у нас произошли изменения в сертификации LPG. Стоит она бешеных денег, но вдруг вы решитесь. И практически все эти изменения мы с вами рассмотрели. Кроме того, что мы глубоко не смотрели в папку boot и не рассматривали команду grab make config. Вот это было серьезное упущение. Сейчас мы все эти вопросы закрыли. И ближайшие полгода, я думаю, даже год, вы можете спокойно и смело идти сдавать эту сертификацию, если вдруг вам это нужно. Спасибо, что смотрели.